Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Борис Энимал. Сегодня мы почитаем четвертую главу рассказа «Пес по имени Котик». Итак, поехали! Пес-котик добрался до выхода из тоннеля. Его взору открылся прекрасный вид на лес, уходящий вниз по склону. Выход из подземелья был в середине огромного холма. Дикий лес окутывал все пространство своей зеленью. Пес принял решение спускаться вниз. И как только он сделал первый шаг, его друг Рыжик прыгнул с шеи котика на землю и предложил нашему герою немного поиграть. С серьезным выражением своей лохматой морды котик дал понять своему другу, что не время для игр. Рыжик моментально смирился со своим спасителем и пошагал рядом с псом, держа свой хвост трубой. Чем ниже они спускались с холма, тем гуще становился лес. Немного было страшновато, но друзья уверенно шли вперед. И вот прошло около часа. Лес резко оборвался, и перед друзьями открылось небесного цвета озеро, раскинувшееся у самого подножья холма. Друзья вдоволь попили воды из озера. Рыжик еще умудрился поймать пару рыб, как раз по одной на нос. От небольшого обеда друзей посетило желание выспаться. Пес и кот улеглись под деревом, прижавшись друг к другу, и уснули. Крепкий сон перенес наших героев в полночь. Прилив сил разбудил обоих практически одновременно. Пес помнил недавнюю затею рыжика поиграть, поэтому друзья увлеклись догонялками на свежем воздухе. Теплую погоду резко сменил холод, и пес-котик понял, нужно срочно искать новый дом. Друзья двинулись в обход озера, в поисках нового теплого дома. Три дня скитаний по бескрайному лесу вывели наших героев к автомагистрали, по которой то и дело пролетали огромные грузовики. Пес сел на обочине, спрятав рыжика в кустарник, и начал всматриваться в проезжающие машины. Котик понимал, что единственный шанс на спасение от вечных скитаний – это встреча с добрым человеком, который в теории где-то едет за рулем своего автомобиля. Так они просидели день и ночь. Когда уже стало совсем светло, очередной грузовик на дороге начал тормозить. Огромная машина остановилась в метрах двадцати от пса. Котик настороженно смотрел на нее, понимая, что это может быть тот самый человек, которого они ждут, но и велика вероятность, что в кабине может скрываться беда в обличии злого человека. Пес-котик решил дождаться первого шага от водителя в свою сторону, чтобы понять намерения странника. И вот водительская дверь хлопнула, а из-за грузовика показался силуэт человека. Продолжение следует, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите по ссылкам в описании канала. Впереди еще много интересного.